Добрый день, друзья! С вами доктор Константин. Сегодня тема лекции видеоурока у нас, скажем так, немножко необычная. Ну, на Востоке раньше окупунтуре приписывали небылицы и говорили, что она может даже помочь человеку вернуться в этот мир после внезапной смерти. Как это ни странно звучит. Но потом, со временем, конечно, люди стали изучать больше окупунтуру, стали больше постигать медицину, изучать и человеческое нутро. И, в конце концов, на сегодняшний день все знают такую болезнь, как труп-недух. Все знают такую болезнь с восточной медициной. Когда человек падает, как труп, становится таким, как в виде трупа, лицо, что цвет кожного покрова меняется, и на лице человека, что появляется, то есть мы видим не человека, а видим, что живой труп. И люди все думают, ну все, человек окочурился, либо умер, либо душа, либо дух покинул тело. А мы знаем, что меридиан печени отвечает и контролирует дух. И вот кто его наблюдал в своей жизни, когда человек умирает, то именно вот в этом месте начинает походить душа у человека, который уже и контролирует, что меридиан печени. То есть именно вот там убежище, либо комната души, как хотите это называть. И вот на сегодняшний день наша с вами лекция говорит о том, что человек болеет вот таким вот, такой болезнью, когда частенько, скажем так, не впадает в обморок, а теряет сознание и превращается в живой труп, именно цветом. И многие в панике начинают слушать пульс, а его нету, а он притаился, затаился. Чувствуют дыхание, а оно очень мягкое, тонкое, что человеку тяжело заметить. И человек думает, что человек что, умер. Вот первое, что приходит на ум человеку. Почему что паника? Потому что нужно что? Подождать, подождать времени, чтобы человек пришел в себя. Вот пожалуйста. Итак, внезапная смерть, как бы это ни звучало с моих уст, из уст восточной медицины, чем может помочь акупунтура? Мы знаем, что меридиан печени ведает духом человека. И конечно же, при любом, скажем так, на смертном адре у человека, что исходит дух, душа из его тела. Но есть болезнь под названием внезапная смерть, которую человек, еще раз повторюсь, извините за туфтологию, превращается в живого мертвеца. Вот как бы лежит на кровати, как мертвец. Побледневший, посиневший, и лицо, скажет так, вот заходит человек и испугался, что человек мертвый лежит. А на самом деле, просто-напросто, вот так вот у него, такая у него болезнь духа. Что необходимо делать? Прежде всего, нужно знать, что это болезнь духа, и она излечима. В одном условии, если человек хочет что? Сам себе помочь. Это самое первое условие. Второе, закалять свой дух, воспитывать свой дух, тренировать свой дух, умножать свой дух. Ну и конечно, чем может помочь акупунтура? Так как акупунтура ведает тонким энергетическим телом и контролирует. То через данную точку F1 дадуем, пожалуйста, внимание, методом прижигания, прогревания. Вы можете что? Помочь человеку не впадать вот в такое вот, скажем так, состояние, как внезапная смерть, ну так я образно говорю, которое выражается на изменении кожи лица, в отсутствии пульса, в отсутствии дыхания. И конечно же, человек может напугать своих близких, но те, которые уже знают, что человек, скажем так, впадает в такое состояние, уже знают, что через какое-то время он придет в себя. Поэтому, помните, с этим болезнью и с этим состоянием можно бороться при условии, если прогревать точку F1 до F2. Мы знаем, как ее нужно прогревать, составить рецепт как минимум на 12 месяцев и каждых раз в 4 дня воздействовать на данную точку. Тем самым человек, что избавится от вот этого состояния, когда он падает в обморок, либо теряет сознание, либо покидает его дух на некоторое время, мы не знаем. Только это не приступ эпилепсии, сразу говорю. Но потом этот дух возвращается, человек, что опять входит в обычный ритм жизни. Для него это обычно. Но чтобы дух так не покидал человека, пожалуйста, данная информация вам в помощь. Как бы ни странно, она звучала. Спасибо за внимание. Спасибо за внимание.